Лев Толстой. Мамам. Из повести детства в сокращении. Матушка сидела в гостиной и разливала чай. Одной рукой она придерживала чайник, другой — кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она осмотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли. Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить воображение черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезовое ображение. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какой она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый и белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал, но общее выражение ускользает от меня. Налево от дивана стоял старый английский рояль. Перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками с заметным напряжением разыгрывала этюды Клементи. Она ходила в коротеньком холстинковом платьице, в беленьких, обшитых кружевом панталончиках, и октава могла брать только арпеджо. Подлинь ее в полуборот сидела Марья Ивановна в чипце с розовыми лентами, в голубой коцовейке и с красным сердитым лицом, которая приняла еще более строгое выражение, как только вошел Карл Иванович. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать «Он-де-тро! Он-де-тро!» еще громче и повелительнее, чем прежде. Карл Иванович, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению с немецким приветствием подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Ивановичу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку. «Их данк, lieber Карл Иванович!» и, продолжая говорить по-немецки, она спросила, «Хорошо ли спали дети?» Когда матушка улыбалась, как нехорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотой у лица. Если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно. Если она не изменяет его, то оно обыкновенно. Если она портит его, то оно дурно. Поздоровавшись со мной, мама взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад. Потом посмотрела пристально на меня и сказала, «Ты плакал сегодня?» Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила, «О чем ты плакал?» Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на том языке, который знала в совершенстве. «Это я во сне плакал, мама», сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон.